В настоящее время у будущих и нынешних пенсионеров появилась возможность получать услуги пенсионного фонда дистанционно, не выходя из дома. Для пенсионеров данные услуги заключаются в уточнении назначенных социальных выплатах, уточнении размера выплаты пенсии и вида пенсии. Пенсионеры могут подавать заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты, могут сформировать справку о размере пенсии и иных социальных выплат, могут подавать заявление об изменении способа доставки пенсии и иных социальных выплатах. Для работающих граждан эти услуги заключаются в получении выписки о состоянии индивидуального лицевого счета. Они могут рассчитать страховую пенсию с учетом сформированных пенсионных прав, подавать заявление о назначении доставки пенсии, контролировать уплату страховых взносов работодателей, подавать заявление о назначении срочной и единовременной выплаты средств за счет пенсионных накоплений, узнавать количество своих пенсионных баллов и стаж, подавать заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты, подать заявление о выдаче сертификата на государственный материнский семейный капитал и распоряжение этими средствами, узнать страховщика по формированию средств пенсионных накоплений и подать заявление о смене страховщика в части формирования пенсионных накоплений. Если вы еще не зарегистрированы на едином портале госуслуг, то с регистрацией также могут вам помочь в клиентской службе пенсионного фонда. Жители нашей республики также могут получить услуги пенсионного фонда не только в клиентских службах территориальных органов пенсионного фонда и через электронные сервисы госуслуг, но и обратившись в территориальные многофункциональные центры по предоставлению населению государственных и муниципальных услуг в офисах МФЦ. В настоящее время в Адыгее в офисах МФЦ на сегодняшний день предоставляется 11 государственных услуг Пенсионного фонда Российской Федерации. Это выдача государственного сертификата на материнский семейный капитал, подача заявления о распоряжении средствами материнского семейного капитала, подача заявлений об установлении ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан Российской Федерации, прием заявлений от застрахованных лиц в целях реализации им прав при формировании инвестирования средств пенсионных накоплений, прием от граждан анкет в целях регистрации их в системе обязательного пенсионного страхования, а также заявления об обмене или о выдаче дупликата страхового свидетельства, заявления о назначении страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению, также заявления о доставке пенсии, заявления об установлении федеральной социальной доплаты к пенсии, также могут получить информацию застрахованные лица о состоянии их индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования, информирование граждан о предоставлении государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг и могут получить справки о размере пенсии и иных социальных выплат. В случае перемены места жительства, пенсионный фонд поясняет порядок действий пенсионерам, сменившим место жительства в пределах Российской Федерации. После переезда пенсионеру необходимо прийти с паспортом в территориальный орган пенсионного фонда по месту нового жительства и написать заявление, чтобы был сделан запрос о переводе его пенсионного отдела в это управление. Вместе с заявлением нужно принести документы о регистрации по месту жительства, новому месту жительства. Если же пенсионер еще не зарегистрировался по новому адресу, то в заявлении ему необходимо указать фактический адрес его проживания. Сразу же можно сделать выбор организации, через которую он будет получать свою пенсию по новому месту жительства. Это через организации почтовой связи или кредитные учреждения банки. При этом сменить доставщика пенсии можно в любой момент. Если пенсионер принимает такое решение, то заявление о способе доставки пенсии удобнее всего будет подавать через личный кабинет застрахованного лица на сайте пенсионного фонда, не обращаясь лично в клиентские службы пенсионного фонда. После того, как пенсионное дело будет передано, оно будет поставлено на учет, и пенсия будет выплачиваться пенсионеру уже по новому месту жительства с учетом даты прекращения пенсии по прежнему месту жительства.